В последние годы цифровые технологии не то что идут, а бегут вперед, а порой мне кажется, что они одеты в костюм флэша. Вот и во вселенной телевизоров компания LG не перестает удивлять. На днях я не смогла пройти мимо картинки этого телевизора. С виду этот 55-дюймовый красавец отвечает всем современным требованиям. Снушительной диагональю дисплей обравляет тонкая рамка, а внизу располагается красивая изогнутая подставка. Сзади корпус матовый, здесь же можно увидеть все порты и разъемы. Давайте быстро пройдемся по интерфейсам. Четыре порта HDMI, выходы для кабельных и спутниковых антенн, а также есть три разъема USB, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, оптический цифровой аудиовыход и цифровой порт. Но главное, что к телевизору вы сможете подключиться как по Bluetooth, так и по Wi-Fi. По габаритам все стандартно, как для 55-дюймов. Кстати, такой размер диагонали хорошо впишется в просторную гостиную. Перейдем от внешнего вида к сочной картинке. Данная модель относится к линейке Super Ultra HD TV, где Ultra HD – это высокое разрешение картинки, а Super – это так скромно компания LG сказала о его оснащении. Перед нами IPS-панель с частотой обновления 200 Гц. Углы обзора тут широкие – 178 градусов, что немаловажно – дополнен дисплей технологией NanoCell. Наночастицы модернизируют каждый цвет по отдельности, из-за чего картинка яркая и контрастная с любого угла. Цветопередача супер, а картинка выглядит более реалистичной. Невзирая на то, что экран глянцевый, блики на нем незаметные. Главная фишка этой модели в ее новеньком интеллектуальном процессоре Alpha 7. Кстати, он был разработан исключительно для телевизоров самой компании LG. Поговаривают, что картинка оживает на экране. Да и работает со всеми стандартными HDR. Для тех, кто не знает, объясню. HDR – это расширенный динамический диапазон. В нашем случае это пиковая яркость в светлых местах и контрастная темнота там, где света быть не должно. То есть цветопередача картинки при просмотре фильма будет точно такой же, какой ее и задумывал режиссер. Жаль, камера не передаст вам цвета в полной мере. Их надо увидеть только собственными глазами. Конечно же телевизор преобразовывает низкое качество в 4К, но не стоит забывать, что при таком преобразовании частота кадров будет ниже, чем в оригинале. Мне кажется, давно пора переходить на 4К изображения. Для хороших сериальчиков – самое то. Побольше бы их в таком высоком разрешении. При включении нас ждет смарт-платформа WebOS 4.0. В ней можно найти абсолютно все, начиная от онлайн-сервисов, платформ-покупок, музыкального проигрывателя и заканчивая играми. Правда, сильно на нем не разыграешься, так как располагает он всего лишь с 600 мегабайтами встроенной памяти, из которых свободны только 400. Что касается браузера, то все достойно, работает отлично, без подтормаживаний. Не могу не сказать о пульте Magic Remote. Очень удобный, более того, работать может как указка. Хорошая точность управления, легким наклоном запястья курсор из нижнего угла перебирается в самый дальний. Плюс есть голосовой поиск. Для этого достаточно нажать на микрофон и произнести «Интернет-магазин Комфи». Вуаля! Надо отметить, что работает все очень быстро и точно. Также в роли пульта может выступить и ваш смартфон. Для этого достаточно заранее установить приложение LG TV Plus и синхронизировать его с устройством. Ну и под конец о том, без чего новый фильм от Марвел уж точно не будет классным. Крутой звук. В телевизоре есть два динамика с суммарной мощностью 20 ватт. Звуковая система Dolby Surround с поддержкой Dolby Atmos. Сказать тут мало, надо слушать. Такое ощущение, что звук окружает со всех сторон. Реалистичный и действительно объемный. В сочетании с Dolby Vision эта технология создает ощущение настоящего кинотеатра. Что в итоге? Сочная картинка, которая сопровождается объемным звуком, умные функции и стильный дизайн. Скажу честно, мне он очень нравится. А вам? Пишите в комментариях, какой телевизор у вас, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. А также обязательно посмотрите, что LG показали на презентации в Киеве. Пока!